Всем привет! Вы на канале ОМЗАП. Меня зовут Александр. И мы снова находимся на нашей станции на теплом стане. Уже, наверное, небольшая такая традиция периодически показывать вам, чем живет наш сервис, его будни. Вообще многим интересно, что же каждый день происходит в сервисе. Вот для вас мы снимаем наши небольшие обзоры. Ну, наверное, традиционно можно пробежаться, начиная с нашего уголка электрика-диагноста. Киа Соренто, БЛК, 2,5 трубодизель, приехал с ошибкой по давлению топлива. Начали компьютерную диагностику, сделали тест-обратки. Подтвердилось, что есть ошибки по давлению. Коррекция по форсункам 3-4 была не в допусках. В инспекции топливного фильтра выявилось, что куча ржавчины у него в топливном фильтре. Отсюда вывод, что надо будет разбираться комплексно. Скорее всего, с заменой бака, с заменой двух форсунок и с мойкой всей системы. Ну, в данном случае, как минимум, пока еще нет претензий к НВД. И это, в принципе, для клиента хорошо. Это существенная экономия при ремонте будет. Здесь у нас Гранд Старакс. Тоже частые гости в нашем сервисе. Клиент нам, ну, наш постоянный клиент обратился с проблемой, что у него и плохой пуск, и нестабильная работа, потери мощности. По итогу, тут целый комплекс проблем. Пока вот Алексей еще до конца не разобрался. Но уже даже на первом этапе есть проблемы с сигналом управления на первую топливную форсунку. И более такая глобальная еще проблема. На первом цилиндре компрессия практически ноль. Ну, вот, будем дальше разбираться. Сейчас клиент пока думает продолжать ему диагностику или пока поставить ее на паузу. Там какие-то финансовые тоже свои есть моменты. Так, здесь у нас пока еще в ожидании на ремонт Hyundai Santa Fe с двигателем-бензином 2.4 G4KE. Так, пробег у него. Сейчас уже даже не посмотрю, аккумулятор отсоединили. Ну, собственно, очень тоже часто распространенная проблема. Движок вклинул. То есть привезли на эвакуаторе, машина заглохла на ходу. Ну, по итогу попытались провернуть коленвал вручную. Ничего не получилось, заклинило. Вот, ждет в своей очереди на разборку и дефектовку. Так, что тут у нас дальше? Ну, вот, еще один у нас тут Kia Sorento BL. Вот, Алексей занимается. Здесь у нас уже установка двигателя. Нового двигателя. Практически нового, да, потому что по итогу дефектовки старого двигателя было понимание, что там спасать уже нечего. То есть там... Здесь мы его собрали на новом блоке. Напомни, головка здесь у нас... Головка старая. Ну, небольшие, да, все-таки восстановительные работы по головке производились. А вот блок... Блок и малки, шатурки, поршняк, все новое. Да, потому что сам, к сожалению, не видел, но ребята говорят, там живого места просто не было. Дешевле обошлось просто поставить новый блок, чем восстанавливать старый. Ну, вот, клиент ожидает. Я думаю, сегодня мы уже его запустим и проверим, как он работает. Так, ну, здесь у нас Kia Sportage. Ну, Сергей как раз приступил к диагностике подвески с жалобой на стуки в передней части. Вот, сейчас по итогу, я думаю, какой-то мы резюме составим по нему. Так. АХ-35. Вот второй день машина у нас. Вчера человек без записи к нам подъехал. Мы пошли ему навстречу. Проблема. Проблема состоит в том, что при развитии оборотов резком не ускорялось. И появлялись посторонние механические звуки. На самом деле, с диагностом как раз катались, посмотрели, идет на определенных режимах работы, идет пробуксовка по коробке. Причем человек недавно тут у нас восстанавливал полный привод, мы им еще полностью заливали маслом. Мы решили, ну, так как только в движении под нагрузкой, это слышно было и была пробуксовка, слили немножко масла с коробки. По всей логике вещей должно быть в идеальном состоянии, потому что пробег там небольшой на этом масле был. Масло все черное, а вот тут даже немножко капельки уже есть, но здесь не видно. Но масло все черное, со следами гари и запах характерный. Ну, и пробег-то, если я правильно помню, сейчас уже где-то там 340 с копейками, кажется, тысяч пробега. Будем снимать коробку, разбирать, дефектовать, потому что вот здесь даже видно, думали, что, может быть, какие-то звуки идут со стороны привода, гранаты там, либо промвала. Но здесь все разобрали, проверили, нареканий нет, проблемы в коробке. Это у нас тоже Гранд Старокс, замена вакуумного насоса. У человека пропали тормоза, педаль стала дубовой. Ну, замерили вакууматором давление, которое выдает насос вакуумный. На этой комплектации он стоит у нас на головке и приводится распредвалом в действие. Давление было ниже минимума. Ну, вот Алексей уже, в принципе, заканчивает. Так, здесь у нас вот Сергей занимается сборкой двигателя уже. Кстати, двигатель здесь, ну, машину не покажу, потому что данный двигатель нам доставили из региона. То есть у нас есть такая услуга, что мы ремонтируем двигателя, который пересылают нам люди из регионов, в которых не берутся за такой сложный ремонт. Часто сталкиваемся с этим. Поэтому люди пересылают нам транспортной компании. Мы здесь, прямо вот даже вот видно по пожеланию клиента, на камеру его и разбираем, и собираем, чтобы составить небольшой видеоотчет, чтобы клиент на самом деле убедился, что все эти работы были произведены. Да, и в каком объеме, и с каким качеством. Не на словах. Не так. Не просто запакованную коробку обратно возвращаем, где клиент, по сути, не может проверить. Здесь все прозрачно. Тем более, сейчас еще на летний период времени у нас акции как раз на ремонт двигателей, которые нам присылают люди. Помимо этого, также вы можете нам переслать практически любой агрегат. Раздатку, коробку. Это все тоже выполняем. Ну, если, допустим, люди живут в крупных городах, там, как правило, они могут по месту решить эти проблемы. Но есть регионы, где, на самом деле, либо нет специалистов, либо нет материалов. Все это затягивается на долгое время. Быстрее, оказывается, переслать полностью агрегат сюда, и здесь мы быстро его оживим. Все подробности по этой акции, которая у нас проходит, легко можете найти у нас на сайте. Все ссылки будут в описании. Ну, это была наша рабочая часть ремзоны. Здесь у нас небольшая стоянка наших долгостроев, так назовем. Это либо капитальный ремонт двигателя, либо это ремонт головок, либо ремонт коробок. Ну, вот у нас 35-й стоит в ожидании. Это с ремонтом, с капитальной, двухлитровая бензинка ожидает возвращения блока после гильзовки. Здесь у нас это тоже в ожидании запчастей 1.6. Тоже двушка бензиновая. Так, здесь у нас, да, и наш G4NA тоже ожидает своего блока после гильзовки. Кемахов. Здесь проблема по коробке, вот она как раз сейчас у нас уже здесь снята, находится на дефектовке. Тоже ожидаем результатов дефектовки, как бы, чтобы сориентировать клиента по стоимости уже финальной и по времени. Ну, собственно, дальше уже не пойдем. Здесь, в принципе, все аналогично. Также двигатель, двигатель, головка, двигатель. Ну, собственно, вот такая стандартная наша стоянка-отстойник. Это все, как бы, недели-две до финала. Основные моменты все вам показали. Если будет интересно, захотите еще обзоров, оставляйте свои комментарии с пожеланиями. Будем снимать, все показывать. Ну, и на этом, наверное, все. Всем счастливо. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Продолжение следует...